Продолжение следует... В первую очередь хотелось бы сказать о том, что E-Link очень ценит партнеров и партнерские отношения в принципе и уж тем более в таком направлении, как гарнитура. Это относительно новое направление для компании. Поэтому партнерам мы готовы предлагать различные варианты, такие как дополнительные скидки, резерв товара, демообразцы и так далее. Соответственно, что касается ценовых политик E-Link. В первую очередь это E-Link Suggesting Advertised Price, розничные цены вендоров в рублях на сайте Апиматики и E-Link Suggested Minimum Reseller Price. Это так называемые дилерские цены. О том, что это такое, мы поговорим сейчас вот далее чуть поподробнее. Соответственно, итак, партнерская программа E-Link по гарнитурам. Самый, скажем так, младший уровень, самый спокойный, это уровень дилера. Что такое дилерская цена? Это базовый уровень цены. Скидки будут предоставляться только в рамках специальных программ. И для того, чтобы стать дилером, требования компании минимальны. Для этого нужно подписать договор с нами, то есть с Апиматикой, разместить информацию о гарнитурах E-Link на сайте и соблюдать ценовые политики E-Link. То есть следить за ценами, не опускаться ниже рекомендованных и так далее. Что касается возможностей, это дилерский уровень цены на регулярные закупки, это регистрация проектов и получение проектных скидок. Напомню, что проекты мы считаем от 4 тысяч долларов. Это пресейл-поддержка в проектах, то есть поддержка наших инженеров. И предоставление дымооборудования для демонстрации потенциальным партнерам, либо просто покупателям. Далее идет статус премиум. То есть многие из вас знакомы со статусом VIP в телефонах E-Link. Вот статус премиум – это то же самое, но в направлении гарнитура. То есть направления гарнитуры и телефона разденены. Компания E-Link в Апиматике, соответственно, вот просьба не путать эти два направления. Соответственно, что нужно сделать для того, чтобы получить статус премиум по гарнитурам? Это выход на определенный таргет, то есть достижение минимального уровня закупок. Это обязательное размещение информации на сайте про гарнитуру E-Link. Это отсутствие нарушений по политикам E-Link, по ценовым в особенности и по проектным. И, соответственно, заполнение специального опросника E-Link. Это необходимо для того, чтобы получить, собственно, премиум статус, чтобы мы понимали потенциал вашей компании, как вы его видите. И, соответственно, могли проговорить с E-Link эти вопросы. Преимущество премиум-партнера. То есть, собственно, основной вопрос – а зачем это все? Во-первых, это дополнительная скидка от дилерской цены. Она достаточно серьезная. Во-вторых, это приоритетное предоставление новых моделей гарнитур E-Link. В-третьих, это дополнительная маркетинговая поддержка. Дело в том, что мы планируем достаточно серьезное развитие данного направления на территории Российской Федерации. И будем делать специальные программы непосредственно с партнерами, какие-то общие, какие-то индивидуальные с партнером, по продвижению данных гарнитур. Здесь у нас с вами интересы совпадают полностью. Как нам необходимы продажи, так они необходимы вам. Соответственно, вот здесь вот эта история, когда можно будет хорошо заработать и на объеме, и непосредственно на маржин. Далее, это предоставление демообразцов либо бесплатно, либо по спецценам. И вот здесь вот хотелось бы особое внимание уделить тому, что так как направление относительно новое, нам бы очень хотелось получить обратную связь. То есть мы готовы предоставлять бесплатные образцы для тестирования, только если сотрудники компании готовы потестить данное оборудование. И, соответственно, заполнить анкету с нашими вопросами и с вопросами вендора о непосредственно той модели, которую они получили на тест. И вот повторюсь, основное здесь, конечно, это специальные цены и участие в маркетинговой поддержке. Соответственно, то, что у нас есть сейчас. То есть мы начинаем такую вот серьезную маркетинговую поддержку. Вот хотелось бы остановиться, наверное, чуть подробнее на том, что мы делаем сейчас. То есть в зависимости от статуса, который кем-то получен, кем-то еще не получен, да, то есть, соответственно, компания может получить образцы для тестирования, то есть, соответственно, по которым нужен будет отчет, что понравилось, что не понравилось, насколько готовы к закупкам и так далее. И возможность получения демообразцов по спецценам. То есть это все обсуждается в зависимости от статуса и в зависимости от потенциального уровня закупки. Далее мы сейчас запускаем такую программу, чтобы у партнеров была возможность почувствовать вот эту разницу по ценам, вот эту разницу в присутствии маркетинговой поддержки в ее отсутствии. Тогда при покупке единовременной 10 и более настольных IP-телефонов и 10 и более USB-гарнитур, партнер получит как по телефонам, так и по гарнитурам цену на статус выше. То есть это очень хорошая возможность заработать с учетом высокого сезона. Единственное, что по понятным причинам в данной акции не будут участвовать гарнитуры 33 серия. И еще один момент, количество должно быть где-то до 70, потому что то, что больше 70, оно уже получается проектной продажей и, соответственно, ценой саб. Что касается новой стратегии, сейчас Елин серьезно инвестирует в развитие направления гарнитур. Это вот первый момент, который бы хотелось озвучить. Второй момент – это расширение линейки гарнитур. Мой коллега в дальнейшем расскажет более подробно об этом. Это новый прайс, то есть как раз новые ценовые политики. И это расширенная гарантия, то есть это гарантия 24 месяца. Соответственно, что касается ценовой классификации, то есть что у нас есть. В принципе, ну, наверное, на любой вкус и кошелек, но в целом бы хотелось сказать, что есть недорогая линейка, относительно недорогая, конечно, проводных USB-гарнитур. В принципе, ну, вот из того, что сейчас есть, да, это где-то от 300 до 5100. Есть проводные RJ-гарнитуры, тоже, соответственно, достаточно недорогие. И гарнитура DECT, которая, конечно, подороже, но она, в принципе, стоит того. Берите на тест, смотрите, уверена, что понравится. Так как ассортимент мы расширяем и расширяем, то у нас где-то в четвертом квартале этого года, либо в первом квартале 2022 года, ожидается приход гарнитур Bluetooth. И хотелось бы, наверное, еще сказать дополнительно о том, что данные гарнитуры, вообще, в принципе, ассортимент гарнитур U-Link, он все-таки рассчитан, наверное, не только уже на проекты, то есть не только на какие-то серьезные, такие крупные вещи. Он также рассчитан на определенную, ну, можно даже сказать, консюмерскую аудиторию, то есть, к примеру, это может быть малый и средний бизнес, это могут быть какие-то индивидуальные предприниматели, то есть это как раз тот тип партнеров, которым можно предлагать эту продукцию далее. То есть это не только сложные технические проекты. Собственно, дальше хотелось бы передать слово Эдуарду, который более подробно расскажет непосредственно о гарнитурах. Спасибо, Анна. Коллеги, добрый день. Меня зовут Эдуард. В чате вижу очень много знакомых лиц, очень приятно вас видеть здесь. Давайте начнем мы со сфер применения, где применяются гарнитуры, для каких сотрудников гарнитура будет полезна. В первую очередь гарнитуры будут полезны сотрудникам колл-центров, это дает сотрудникам свободные руки, сотрудникам, которые очень много обрабатывают входящих и исходящих звонков. Благодаря гарнитуре, как я уже сказал, свободные руки и возможность быстро принять звонок. Также для сотрудников, которые могут использовать в офисе, все мы работаем в офисе, когда-то нам удобно принять звонок с гарнитуры, со свободными руками, когда-то со станционарного телефона. Здесь тоже можно предлагать рядовым сотрудникам в офисе гарнитуры. Как у нас недавно пандемия происходила, очень много сотрудников работали из дома на удаленной работе. Здесь гарнитура помогает не только освободить руки, но и еще защитить от посторонних шумов вторую сторону разговора. Поэтому в целом гарнитуры можно использовать в разносторонних кейсах, поэтому предлагайте, пожалуйста, гарнитуры всем, кто использует телефон. Кто просто идет от машины до офиса. Начнем мы с проводных профессиональных гарнитур e-Link. e-Link предлагает в рамках проводных гарнитур USB гарнитуры и гарнитуры с RG-разъемом. Как вы можете видеть на слайде, модельный ряд довольно большой. В рамках USB гарнитур это модели UH-36, UH-34 и UH-34 Lite. Что касается гарнитур с RG-разъемом, это YHS-36, YHS-34 и UH-34 Lite. Гарнитуры все идут в двух моделях, это Mono и Duo. То есть мы можем предложить и закрыть потребность сотрудникам, кому необходимо одно ухо, либо гарнитура с двумя ушами. Давайте поговорим про USB гарнитуры. Проводная гарнитура USB UH-36, UH-34. Помимо того, что данная модель идет в Mono и в Duo, в версиях также есть еще две версии. Это UC и Teams, гарнитуры, которые предназначены для продукта Microsoft и стандартные гарнитуры для унифицированных коммуникаций. Данные гарнитуры полностью идентичны, за исключением одной кнопки, которую вы можете видеть на презентации на пульте управления. В моделях Teams это значок Teams, а в моделях UC это значок, собственно, UC. Забегая вперед, хочу сказать, что модель UC прекрасно работает с Teams. Если у вас на компьютере, на ПК, на ноутбуке установлено приложение Teams, то используя гарнитуру UC, вы также можете разворачивать приложение на рабочем столе, используя гарнитуру UC. Данная модель UH-36 идет в комплекте с пультом управления, которая позволяет разъединить гарнитуру по длине шнура и получить помимо USB входа также разъем 3,5 мм для использования в сотовых телефонах, либо, к примеру, в беспроводных трубках, на которых есть данный разъем. Гарнитура UH-34 Lite поставляется только с USB подключением. Вся длина шнура вместе с пультом, она без возможности разъединения, в том числе и за счет этого достигается более доступная цена в сравнении с UH-36. По характеристикам, UH-36 в сравнении с UH-34 имеет премиум отделку и возможность получить дополнительный разъем. Дополнительный разъем для подключения и для использования это 3,5 мм, мини-джек. Также микрофоны все идут с шумоподавлением, амбушюры из эко-кожи и амбушюры достаточно легкосъемные. Для того, чтобы их заменить, требуется всего лишь амбушюру повернуть по часовой стрелке, если мне память не изменяет. Именно так. Пульт управления на USB гарнитурах UH-36 и 34 версии позволяет использовать базовый функционал, это принять, завершить вызов и отключить микрофон при использовании с телефонами e-Link станционарными. И если ваши станционарные телефоны имеют прошивку V85 или выше, то помощью пульта вы можете совершать повторные вызовы, удерживать вызовы и управлять несколькими звонками, то есть ставить на удержание, возвращаться к нему. Также, благодаря прошивке V85 и выше, гарнитуры e-Link совместно с телефонами e-Link обладают такой функцией, как синхронизация уровня громкости. Если у вас на станционарном телефоне уровень громкости выставлен, то он будет аналогичным и на гарнитуре. Также гарнитуры от e-Link интегрированы с программным обеспечением e-Link USB Connect, чуть дальше этому будет посвящен, слайд мы еще остановимся, и платформы управления YDMP. Кто-нибудь подскажите в чате знаком с приложением e-Link USB Connect, пользуется этим приложением, советует использовать это приложение своим заказчикам. Данное приложение позволяет видеть версию прошивки, отслеживать, что происходит с гарнитурой, отслеживать обновления не только гарнитур, но еще и сторонних устройств, это может быть и USB видеокамеры. У меня у самого это приложение установлено, оно очень удобно и позволяет отслеживать обновления. Скачать бесплатно вы можете на сайте e-Link, ссылка на презентации присутствует, но всегда ее можно найти на официальном сайте e-Link в строке поиска. Также гарнитуры e-Link сертифицированы для работы с Microsoft Teams, и благодаря наличию кнопки Teams вы можете открывать приложение Teams. Если у вас в расписании стоит собрание, и когда подходит время начала собрания, то данная кнопка будет пульсировать и уведомлять вас или заказчика о том, что собрание начинается. И в случае голосовых сообщений, кнопка Teams уведомит вас о том, что у вас не прочитаны голосовые сообщения. И если нажать на эту кнопку, то вы сможете посмотреть эти и прослушать голосовые сообщения. Проводные гарнитуры UH-36. Это гарнитуры с RG-разъемом, с переходником с QD на RG. Данные гарнитуры имеют амбрюшюры также из эко-кожи, микрофон с шумоподавлением и возможностью легко менять амбюшюры. Модель также идет в двух исполнениях. Это моно и дуо. Гарнитура UH-34. Более доступный вариант. Также амбрюшюры из эко-кожи, микрофон с шумоподавлением и легкосъемными амбюшюрами. Данные амбюшюры из эко-кожи сделаны на основе биомиметиков. Что это такое, мы обратимся с этим вопросом к Википедии. На презентации вы можете видеть отсылку из Википедии. Биомиметические наноматериалы – это искусственные наноматериалы, которые имитируют материалы, созданные на основе принципов, реализованных в живой природе. В первую очередь, это мягкий материал, мягкие амбюшюры, это дышащие амбюшюры с легкой конструкцией и легко заменяемые. Я, наверное, добавлю вам как продакт. Дело в том, что, в принципе, компания E-Ring очень, скажем так, аккуратно относится к новациям, не проверив, не запускается ничего. И вот как раз то, что касается непосредственно работы с биомиметиками, E-Ring проводила серьезные исследования, то есть порядка двух лет у них на это ушло, для того, чтобы пользователю конечному было комфортно именно с этим материалом, именно в этих наушниках. И, кстати, еще одним из примеров вот такого вот интересного отношения непосредственно ко всем разработкам, это, наверное, длина шнура проводной гарнитуры, обычно это 1,2 метра. Это часто так у многих производителей, но именно E-Ring проводила специальные исследования для того, чтобы установить вот эту необходимую длину шнура. То есть E-Ring уделяет своей продукции очень-очень большое внимание с точки зрения комфорта для пользователя. Спасибо, новое добавление. Теперь мы перейдем к беспроводным гарнитурам и рабочим станциям моделей WH-62 и WH-63. Также прошу вас в чате поставить плюсик, если кто-то уже видел этих данных гарнитуры в живую щупал, брал, может быть, на тестирование. Интересно ваше мнение. Данная гарнитура WH-62 идет в комплекте стойка совместно с гарнитурой. Гарнитура может быть как дуал, моно, имеет микролифт. Данная гарнитура также два микрофона, за счет которых достигается шумоподавление. Присутствует на гарнитуре сетовой индикатор занятости, то есть коллеги будут в курсе, разговаривает сотрудник или он свободен. Кнопки управления аналогичны проводным гарнитурам, которые позволяют принять вызов, завершить вызов. Также имеют кнопку Teams или кнопку UC. Два microUSB порта, которые позволяют подключить данную гарнитуру к ноутбуку или к станционарному телефонному аппарату. И порт 2,5 мм для подключения индикатора занятости, выносного индикатора занятости, который идет опционально, то есть в комплекте этот индикатор не присутствует, но его можно докупить всегда, это отдельная позиция. Далее WH63 в сравнении с прошлой гарнитурой. Здесь у нас вы уже можете наблюдать гарнитура наушная с четырьмя видами ношения. Это достигается благодаря оголовью, либо затычкам для ушей. Также присутствует возможность подключения через USB к компьютеру, либо к станционарному телефону. Подключение опционально индикатора занятости. Ну и на самой гарнитуре присутствуют кнопки отключения звука, кнопки ответа и всевозможные индикаторы состояния гарнитуры. Занята она или входящий звонок, или свободно. И также индикаторы питания и заряда. Разъемы данной DECT гарнитуры вы можете видеть на презентации, на слайде. Здесь мы видим разъем для зарядного устройства для блока питания и два microUSB порта. Один USB порт для персонального компьютера, второй для SIP телефона. Обращаю ваше внимание, что для того или иного устройства свой USB порт. То есть нельзя подключить SIP телефон в USB порт, который для персонального компьютера и обратно. То есть здесь обратите внимание, для ПК свой USB порт, для SIP телефона свой USB порт. И конечно 2,5 мм порт для выносного светового индикатора. Теперь мы поговорим о комплектации. WH-62 комплектуется гарнитурой, DECT базой, двумя microUSB проводами длиной 1,2 м, кратким руководством и адаптером питания. WH-63 помимо перечисленного комплектуется 8 сменными амбушюрами, ушным крючком и шейным ободом, который позволяет использовать гарнитуру в различных сценариях. Кому-то, к примеру, нельзя портить прическу, поэтому ободок будет излишним, он использует шейный обод. Кому-то, наоборот, уши устают держать гарнитуру на ухе, поэтому можно использовать шейный обод. Здесь E-Link предлагает различные сценарии исполнения данных гарнитур. И опционально вы можете использовать обод оголовья для 63-й WH гарнитуры. И, как уже говорил ранее, световой индикатор BLT-60, выносной световой индикатор. Актуальным, кстати, хочу сказать, выносной световой индикатор будет, к примеру, в колл-центрах, где сотрудники разделены перегородками. И руководитель, к примеру, который сидит в конце и наблюдает за своими сотрудниками, не всегда видит, чем они занимаются. Конечно, можно это посмотреть в софтфоне, либо в другом приложении, которое принимает звонков. Но здесь визуально можно будет наблюдать, сотрудник свободен, либо в разговоре. Дальше, отбек гарнитуры WH-62-63. По характеристикам данной гарнитуры позволяют работать в режиме разговора WH-62 до 14 часов и WH-63 до 8 часов. Далительностью 150 метров и, соответственно, 120 метров от базы. Теперь перейдем к довольно интересному решению универсальных рабочих станций UC Workstation, WH-66 и W-67. На слайде вы можете наблюдать довольно привычное рабочее место, которым сейчас пользуется каждый, наверное, из нас. Что из себя это рабочее место представляет? В первую очередь, это, конечно же, USB гарнитура, возможно, это спикерфон, это, конечно же, смартфон и USB хаб, который позволяет все это подключить. Так выглядит привычное рабочее место на работе, либо дома. Что предлагает e-Link? e-Link предлагает, благодаря универсальной рабочей станции, объединить все эти устройства, что, собственно, он и сделал и представил в виде WH-66 и W-67. Так вот выглядит рабочая станция, которая позволяет объединить и оптимизировать свое рабочее пространство в рамках единого решения. Дальная рабочая станция имеет беспроводную зарядку для смартфона, то есть теперь вы можете ставить на зарядку свой смартфон на рабочую станцию и принимать уведомления. 4-дюймовый сенсорный экран, встроенный спикерфон, возможность подключения рабочей станции по USB или по Bluetooth и 2 дополнительных порта для подключения каких-то дополнительных устройств. Может быть это провод для зарядки наушников, каких-нибудь беспроводных, личных, или для использования флешки. Разъемы рабочих станций вы можете видеть на слайде. Здесь привычный всем USB порт, разъем для блока питания, 2 дополнительных разъема, то есть USB хаб, 2,5 мм для подключения нашего с вами светового индикатора выносного. Слева разъем для подключения опциональной беспроводной зарядки. Да, хотел бы обратить ваше внимание, что беспроводная зарядка не идет в комплекте, докупается отдельно. То есть присутствует возможность докупить ее отдельно, ее название VHS-60, VHS-C60. И микрофон для громкой связи и встроенный спикерфон. Комплектация данных рабочих станций довольно богатая. Здесь мы видим гарнитуру, базовую станцию, 2 USB кабеля, адаптер питания и краткое руководство. Что касается VHS-67, она немножко побогаче, это также 8 сменных амблюшур, ушной крючок и шейный обод совместно с ободом для оголовья. Из опциональных вещей, которые вы можете докупить дополнительно, это световой индикатор и подключить его к рабочей станции и беспроводную зарядку для зарядки смартфона. По техническим характеристикам данные гарнитуры позволяют совершать время разговора данных гарнитур до 14 часов, что касается VHS-66 и до 8 часов, что касается VHS-67. На гарнитурах также присутствуют на базе, точнее, индикаторы статуса и уровня заряда гарнитур. Собственно, эти гарнитуры, они у меня, не знаю, видно, не видно. То есть здесь... Поближе к камере. Да, то есть здесь вы можете наблюдать, что гарнитуры примагничиваются к самой DECT базе в таком вот виде. Такие вот разъемы имеет гарнитура. Все очень шикарно сделано, материалы очень качественные и приятно держать в руке. И что касается модели с двумя ушами. Она очень удобная, действительно удобная. Приезжайте к нам, смотрите. Берите, да, на тест. Все покажем, расскажем, берите на тест. Да, то есть вообще просто отличная. Что касается поддержки от IPMATIC, которую вы, наши партнеры, можете получить, про что Анна в самом начале говорила, я повторюсь. В первую очередь это постоянные складские запасы, которые позволяют вам покупать и отгружать данные гарнитуры день в день. Пришел запрос и уже гарнитура у заказчика. Большой демофонд, который позволяет вам брать на тестирование. Для этого обращайтесь к вашему менеджеру, либо на нашу почту testsobakaipmatica.ru. Либо лично ко мне. Это тоже важный момент. Да. Пассифицированную пресс-сейл поддержку. Если вам необходимо техническое задание для конкурса, то здесь мы можем вам помочь подготовить его по 44 УФЗ, по 223 УФЗ. Маркетинговая поддержка включает в себя всевозможные акции и промо-программы, как наша акция 10 плюс 10. Проведение обучения вебинаров, проектную поддержку и защиту, высоковременную техническую поддержку, которая поможет вам уже после продажи осуществить поддержку вашего заказчика, или вас в том числе. И адаптация продукта под проектные нужды. Здесь имеется в виду возможность кастомизации, возможность брендирования продукции E-Link. Я вот уже вижу вопрос, насколько есть продажи амбушюра отдельно. Вопрос от Кирилла. Кирилл, мы на самом деле планируем завоз в Россию непосредственно амбушюр где-то в районе января-февраля. Поэтому я думаю, что если сейчас пока нет, то в ближайшее время, потому что действительно тема очень хорошая, актуальная, безусловно, мы будем это делать. Да, Кирилл, добрый день. Какая может быть спецпаршивка? Здесь, я так понимаю, вы имеете в виду изменения в стандартном программном обеспечении. Здесь E-Link, если отталкиваться от стационарных телефонов, всегда идет навстречу нашим партнерам и вносит изменения, если они вам необходимы. Но это все-таки индивидуальный уже больше вопрос. Если вам необходимо какие-то внести изменения, то без проблем обращайтесь, пишите письмо, звоните. Мы этот вопрос просчитаем и, я думаю, уверен, что найдем выход из ситуации. Коллеги, еще есть вопросы, может быть? Если, коллеги, вопросов нет, думаю, нам пора заканчивать. Конечно, презентацию мы вышли после вебинара, всем придет рассылка. Обязательно отдел маркетинга вам пришлет данную презентацию. Обязательно обращайтесь к нам за тестированием, за презентациями, может быть, даже презентациями для заказчика, с которой вы можете работать и презентовать данные гарнитуры. Всем спасибо большое. Всего доброго и всем хорошего дня.